МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подписные листы повинны быть сдадены у территориальной выборчей комиссии. Наступным этапом станет проверка подписных листов на соправдность. У приватности одразу будут выключены подписы людей, которые проживают в других районах. После этого частку подписов, которые застались, проверить еще раз. Когда суммарная количество недокладных в складе больше 15% от агульной количества проверенных, территориальные комиссии признают несоправдными все без выключения подписные листы, подаденные у района. Как ждет решение об регистрации кандидатов у президента Республики Беларусь, Центрвыборкам приеме 10 вересня. На гомещении началась заготовка садовины и городнины. Кооператоры в области набывают у насильства больше, как 30 видов сельско-господарчей продукции. Сейчас она сразу накируется на полиции магазинов, а сяры дзин и вересня будет вестися закладка ураджаю у сховища. Дмитрий Котов протягнет. У везды царковья Гомельского района все лета отримали вельми добрый ураджай яблык. А малька для кожного дома, минимум с пятью мешками, мясовые же хары чакают грузовую машину с заготовщиками. После проезда по населенным пунктам она за все дыцалком заполняется фруктами. Мы заранее перед заготовкой яблок проехали все население, где есть яблоки, объявили людям и они объявляем, на какой день будем собирать какое время яблоки. Они выносят на улицу, мы едем, собираем и сразу рассчитываем. Машина прибывая у каждой из населенных пунктов по два-три разы на тыдень. У залежности от наявности новой парты яблок. Мясовые же хары за все дыц с нетерпением чакают заготовщиков. Для их продать продукцию, выращенную во властном саде, добрая макшимость додаткового заработку. Ну, рыбалка к пенсии. Скорее, что купишь свободней. Там мясо я кого-то, конфеты яких-то, водички. Яблоки зараз закупаются для промысловой перепроцовки. На даденый момент населенством региона реализовано каля 4,5 тысяч тонн. До речи, гэта самовысокий показчик Украине. Лидируют гумельские кооператоры и по инших видах сельско-господаршей продукции. Бульби, огурках и помидорах. Зараз Городина часово знаходится у специальных камерах, где заховывается оптимальный температурный режим и вильготность. Затым продукция поступает на полицы магазинов. Закладка у сховища, агульная вмешальность яких 4,800 тонн, пачне ожитивляться с середины и вересня. Можно сказать, работаем с колес. На складе почти что ничего не задерживается. Раз в неделю, два раза в неделю производим закупки. При приемке продукции сразу делаются отборы проб сектора качества, отводится в лабораторию, где образцы эти проверяются, и нам выписывается протокол испытаний. После чего мы отдаем продукцию в реализацию, где она уже продается, уже проверенная. Треба отзначит, что зараз по усих питаниях заготовки продукции проходят гаражей линии. Усе подробязности можно найти на сайте Гомельского Аблспожилсоюза альбо по номерах телефонов, які вы зараз бачите на своих экранах. Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине гинуть лясы. Причем уже зараз зрозумело, что этот процесс протягнется и в наступном годе. Основные причины – значное понижение у зрою воды в вынику протяглого спякотного надворья и массовое распаусюджывание лесных шкодников. Олег Сенцерос устрелся со специалистами. Спочатку относительно малоснежное и непротяглыми морозами зима. Вот им засушливое лето. Работники лесной глины кажут, что коли ранее грунтовые воды знаходятся максимум на 30-сантиметровой глубине, то сегодня-то их узровень снизился до полутора-двух метров. Особливо тяжко отсутность в Вильготе переносить молодые древы. На культурах дубок, которые посажены в этом году, посадочный материал с закрытой корневой системой в Мозырском оптном лесхозе, при общей проживаемости почти 100%, через 2-3 месяца культура начали отпадать, усыхать, то есть сбрасывать листву. До речи, древы, яким уже не одно 10-ти годы, переносить несприяльное надворье так само с проблемами. Отсутность Вильготе приводит до того, что и они не могут змогаться с лесными шкодниками. Те ж ёлки, например, знищают их за допомогой смалы, але ў гэтам годзе для яе выделение часто элементарно негапае воды. Основной вредитель – это караэт-типограф. Для него сложились идеальные условия для жизни. В текущем году мы ожидаем, что у него даже будет третья генерация, то есть он третий раз в течение сезона отложит и выведет потомство, что в свою очередь приводит к продолжению усыханию еловых насаждений. Пакуль – наибольшь распосёдженный способ боротьбы с лесными шкодниками – спиловывание древ. Звычайно, объёмы такой дравнины на Гомишине складаются колеса тысяч кубометров. Але ў гэтам годзе зуликам масштабов распосёджения караэда пошкоджени будут больше значными. Великие проблемы возникли и с захованностью ясенью, и огогибель уже можно назвать массовой. Уровень грунтовых вод упал, и ясеньевые насаждения сразу же начали поражаться корневыми гнилями. В результате корни отмирают, и дерево падает. Все ясенники в области у нас массово поражены, и, ну, вероятно, что в течение ближайшего времени мы забудем, что такое ясеньевые насаждения. Вырытывать древы сегодня могло бы только значное повышение узровень грунтовых водов, але для гэтага дажы повинны сси без перепынку, а маль месяц, ящадно надея на протяглую снежную и морозную зиму. За одного боку, гэта повысить узровень воды, а за другого – знишить значную колькась шкодников. Алексей Тюров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Уборочная, якая проходила сё лето при вельме складанных умовах на дворья, завершена. Зараз перед господарками Гомельщины стоит не меньш важная задача – заховать ураджай. Одна з головных умов – забеспячение режиму пожарной безпеки, контролювать які будуть супрацовники МНС. Разом з ями у рейда отправилася наша здымочная брыгада. Пункт призначения – агрокомбинат «Пауднёвый» в Гомельском районе. На адым спалю механизаторы только что скончили працу. Гастей не чакали, а лет до проверки готовы. Инспектору текавить наявность першесных сродков пожаротушения. Порошковый вогнетушитель, рыдлёвка, скрыня с пяском – усю необходная ёсть. Каб не было проблем из теории, инспекторы раздають памятки. Дарычи до подобной уваги с боку МНС у господарца ставятся с разумением. Эти требования полностью соответствуют действительности. И мы их выполняем. Все комбайны, вся техника у нас обеспечена средствами пожаротушения. Все водители проинструктированы, прошли обучение. И каких-то эксцессов и экстренных ситуаций у нас не было. Собранная сборжа проходит до процовку в зерне-сушильном комплексе, який лишится объектам повышенной пожарной небеспеки. Тому ликвидовать я готова у полном избраяния, який размещенном побачь цеху, где вырабляют рапсовы и слонечниковы аллей. Обошний объект в маршруте рейду – машино-тракторный парк, проверка якого починается литеральный отворот. Побачь зэми усталявана схема руху транспорту, размещение пожарного водоёма и места, где находится пожарный инвентар. Достойный похвалы и кабинет аховы працы, корыстающийся выпадком в ротовальнике проводить позаплановый инструктаж. Без улику некольких недохов по устанам пожарной безпеки на агрокомбинате полдневые инспекторы задоволены. До речи у целом уборочная на гумельшине пройшла без буйных сдареньев. Хоть зусим без неприемностей не вышлося. Серьёзных нарушений, в принципе, выявлены, не были работниками МЧС. Но, конечно, и прослеживаются такие негативные моменты. Бывали случаи и возгораний техники, дорогостоящей техники, и также возгораний в местах непосредственного хранения урожая. Хотелось бы призвать руководителей сельхозпредприятий обратить особое внимание на обеспечение пожарной безопасности. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Валерий Гапанько. Отеле. Радует компания «Гомель». Протягиваем выпуск. На Гомельщине завершаются опошние работы. Папа дрыхтовцы установ адвокации до нового научного года. Фактично, все они уже отримали по шпарты готовности. У тех, где еще застаются дробные недоховы, они будут ликвидованы до конца тыдня. 1 вересня во всех школах Гомельской области отбудутся урочистые линейки. Вызначена тема первого урока «День ведау». На тебе наша молодь надея. При жадании не выключается так само проведение уроков, присвеченных теме родимы, ее знаменальным падеям и выдатным особам, які изъявляются узором и прикладом для молоди. Все лето до учебных занятков у Гомельской области приступят 147 тысяч школьников. Безумовно самым тропятливым в этот день станет для першоклассников и их батьков. У першыню подорожа у свет ведау распачнуть коля 17 тысяч ребят. Управнание с минулым навучальным годом огульная колькость школьников на Гомельщине повеличится крыху больше, как на 2000 человек. Что тычется навучальных программ, у них отбылись певные змены. Министерство образования с 1 сентября вводит новые учебные программы для первых, пятых и десятых классов. Они будут немножко упрощены. Те значительные нагрузки, которые должны быть у школьника, переносится в 10-11 классы. Начинается этап изменения издания новых учебников, но в этом году новых учебников не будет. Должен сказать, что мы обеспечены полностью 100% учебными пособиями, учебниками по всем предметам. Если возникают какие-то моменты, связанные с перераспределением, то оперативно разрешаем эти все вопросы. Все лето на работу во установе эдукации региона накировано больше, как 900 молодых специалистов розных профилев. А тому забеспеченность кадрами в области практически стопроцентная. На затоне СОЖа у местных ведомых хамельчанам, как бухта капитанов, отбылось доброчинное свято. Для семья, у которых выховывают детей инвалидов, был организованный день отпочинку «Тяпло сердцау». Увага, усмешки и радость. То, о чем широ делились все присутные. Организаторы постарались створиться правдное шоу. В программе были выступления клоуна у катаний на катамаранах караоке. Особливую цикавость детвы выкликали мотоциклы. На их можно было сфотографоваться, а самым отважным навод покататься. У меня двое деток. Одна из них участвует, она бегает. Но вторая у меня в коляске сидит. Она вроде как понимает, но тоже радуется вместе со всеми детками. Понравилось очень. Подобный коллективный пикник пришелся по душе и детям, и дорослым. Помеж собой все, знаемые давно, подтримливают совести. И выказывают удячность организаторам и партнерам мероприемства. Замокшимость сустреться у такой доброзачливой сябровской атмосферы. Благодаря тому, что организация комплекс «Партнер» пошла нам навстречу, мы уже второй раз у них присутствуем здесь. Это все у нас благотворительно. И в этом году очень много нам помогла администрация железнодорожного района с этим мероприятием. Наших детей привезли бесплатно на автобусе. Собрали по всему городу детей-колясочников и привезли сюда на это мероприятие. Сегодня на Хомельщине проведет международный турнир по пожарно-воротовальным спорте на Кубок Сяброуства. Он объединяет в профессийном поединке команды подразделений МНС при граничных регионах Беларуси, России и Украины. С поборницей будут ладиться во урочище Боровая у лицея при Гомельском инженерном институте МНС. Под час турниру его удельники будут передольвать 100-метровую полосу с перашкодами, подъем по штурмовой лесвице, на узроне четвертого поверха и боевое разгортвание. Урочистое открытие международного турниру по пожарно-воротовальным спорте на Кубок Сяброуства отбудется сёння у 10 годин. Новины регионной информации об проектах телерадоя компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Удалого вам дня и до новых встреч в эфире.